Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, братья и сестры, добрый день. Тема нашего сегодняшнего разговора – книга «Второзаконие». И сегодня мы будем читать и комментировать главу 12 этого ветхозаветного сочинения. Главная тема этой главы – это борьба, сопротивление, недопущение язычества в разных формах, в разных проявлениях этого феномена. В основном, конечно же, имеется в виду феномен культовый, такой обрядовый. И главная задача главы 12 – объяснить, почему нельзя практиковать языческие формы в почитании Яхве, Бога Израилева, и как можно этого смешения, этого проникновения, инфильтрации, как всего этого можно избежать. Очень важное свойство главы 12, где есть много форм «не», «не поступайте», «не делайте», или «разрушьте», или «не поклоняйтесь», или «поклоняйтесь». Так вот, эти глаголы стоят в форме, скажем так, мужского лица. Это либо обращение к мужчине одному, это окончание главы 12, либо это есть начало главы 12, когда автор обращается к мужчинам, к мужскому сообществу народа Израиль, народа еврейского. И в этом отношении, конечно же, вызывает все это у нас некоторое удивление или даже восхищение, потому что были же времена, когда религиозные дела, когда отношения с Богом были прерогативой именно в первую очередь мужской части населения, когда мужчины отвечали за то, чтобы правильно и, как подобает, почитать Бога, исполнять Его заповеди, исполнять Его волю. Ну, это было наше маленькое вступление, переходим к чтению и комментированию главы 12. Читаем стих 1. «Вот предписания и законы. Вы должны будете строго соблюдать, исполнять их в той стране, которую отдает вам во владение Господь, Бог отцов ваших. Исполняйте их во все времена, пока вы живете на земле». Ну, вот обычное начало какого-то комплекса предписаний, которое бывает нередко во книге «Втерозакония». Предписания, законы, уставы. И вот ниже будет описание того, в чем эти уставы, законы и предписания выражаются. И вот первое предписание, касающееся чистоты культовой страны в отношениях с божеством, с Богом Израилевым, такое. «Уничтожьте все святилища, где народы, у которых вы отберете землю, служили своим богам, на высоких горах, на холмах, под каждым ветвистым деревом». Ну, вот Израиль переходит в Иордан, вторгается в землю хананскую, обещанную ему Богом. И там, дескать, есть уже другие народы, и у этих народов есть свои формы богопочитания, есть свои какие-то культовые стандарты, практики, привычки и так далее. Ну, вот указано здесь, где обычно почитали Ваалов, Астарт, других божеств хананеи. Высокие горы, холмы, да, какие-то возвышенности. Потому что, как справедливо рассуждали древние, там, где возвышенности, там, наверное, ближе к небесам. И там вообще горы, это есть удел богов, и боги живут на горах. Поэтому всякие высоты, возвышенности, это есть уместное место для того, чтобы там создать святилище, построить жертвенник. Ну, вот предписано «Уничтожьте все святилища». Вот, конечно же, вызывает все это у нас некоторое такое недоумение, да. Ну, вот можно было, может быть, сохранить для будущих времен, для потомков. Там какие-то, возможно, были какие-то культурные ценности, какие-нибудь сложные, богато устроенные храмы, там, либо статуи красивые, которые мы находим в Эрмитадже, например. Но, как правило, нет, дорогие друзья. Ничего этого не было, и культ был очень простой. А самое главное, вот в этом святилище было это место. Вот это вот место, которое испокон веков, поколениями, столетиями считалось непростым, необычным, священным, сакральным. И вот нужно было эти точки, где люди общались с богами, изменить. Вместо прежней сети культовых центров нужно было создать свою сеть, а точнее свою точку, где единственно возможно принесение жертв богу Израиля. «Их жертвенники разрушьте, их священные камни разбейте, дерева Ашера сожгите, изваяние их богов не развергните, искорените всякую память о них в тех местах». Ну вот, видите, жертвенники, ну, груда камней, там, или какие-то грубо отесанные камни, которые представляли собой стол, где можно было приносить богам какие-то жертвы. Священные камни, как правило, стоящие вертикально, такие вот, такие столбы или столпы, как они называются в Писании, нужно их разбить. Да, священные деревья, посвященные Астарте, или, как вот написано, другое имя этого божества, этой богини Ашеры, нужно было сжечь. Да, изваяние богов нужно было бросить на землю, да, чтобы они не стояли. Вот, и цель всего этого – переформатирование, да, вот, то есть, как будто надо было стереть все то прежнее, находившееся здесь, касающееся представлений о должном в отношении божества и народа, нужно было убрать, и на основании этого создать нечто новое свое, библейское, богом санкционированное и правильное. Вот, какое это будет новое? Ну, вот тут было, конечно же, ряд очень таких вот сдерживающих моментов, сдерживающих фантазию, творческий потенциал каждого, ну, размышляющего о культе, об обрядах еврея. Ну, первое естественное желание каждого богопоклонника в древние времена и в наше время тоже, нужно было какой-то создать визуальный образ объекта поклонения. Вот, визуальность должна быть, статуя, священный объект, изображение и так далее. Вот, ну, мы знаем эти варианты разные. Так вот, ничего этого почитания бога Израилева не предполагало. Более того, вторая запад педеколога строго запрещала все эти формы богопочитания, никаких изваяний, никаких изображений, ни того, что на небе вверху, ни того, что на земле, ни того, что под землей ниже земли нельзя было изображать. В этом отношении культ израильтян должен был быть еще более скромным, еще более лаконичным, еще более невыразительным, как кажется, чем он был даже у местных хананеев, ханаанских племен. «Не делайте ничего подобного для Господа вашего Бога». И вот, повторяется в стихе четвертом, дословно, вторая заповедь. Ничего этого делать для Бога нельзя. «Чтобы предстать пред Ним, приходите только на то место, которое Господь ваш Бог изберет на земле одного из ваших племен и сделает жилищем для своего имени». Вот, значит, в стихе пятом постулируется то, что, ну, ряд очень важных моментов. Первая вещь, которая тут важна нам, такая вещь. Значит, Бог сам себе изберет какое-то место. Это какой-то будет знак, какое-то будет знамение. Всем будет этот выбор очевиден однажды, но торопиться нельзя. Самим это место выбирать тоже нельзя. Вот, поэтому однажды этот выбор будет сделан Богом. И, как мы знаем из священной истории, очень долгое время, как будто бы Бог медлил с этим выбором. Из Киния она странствовала по Израилю, по Палестине, в разных местах находилась. Пока при царе Аш-Соломоне, то есть, когда кончился период судей, такое место Бог избрал, обозначил и разрешил там построить для себя постоянный дом, дворец или храм. Да, а вот все это время, все предшествующие века, действительно, как будто бы Бог избирал себе место. Вторая мысль, очень важная в стихе пятом. Бог изберет себе одно место. Это один должен быть пункт, одна точка для всех племен, переходящих Иордан. Эта точка может менять местоположение, как и было в истории со Скиней. Разные были города, почитавшиеся святыми, там, селом, вифили и так далее. Но все-таки очень важная мысль, выражающаяся здесь, такая, что это должно быть одно место. И, наконец, еще очень важная мысль такая, что какой смысл будет этого места? Какой смысл? В основном храм строили для того, чтобы сам Бог там жил. Богу нужно жилище, как и всем людям нужно жилище. И считалось, что Бог живет в святилище, Бог живет в храме. Но нет, здесь отмечена очень деликатно, такая довольно для Библии важная богословская идея. Богу жилище не необходимо. Вся вселенная – это есть божье жилище, и Бог ходит по горам, и Бог больше, чем вся вселенная. В этом отношении это будет жилище не совсем Бога, а Божьего имени. Бог своим именем может посвящать какие-то места и там находить для своего имени жилище. Рассуждая о вот описываемой реальности, мы видим, что это все предполагает очень важную вещь, знакомую и каждому из нас, момент паломничества. То есть, видите, нужно будет однажды изо всех регионов Палестины, региона не очень большого, но и не очень маленького, на какие-то праздники по каким-то поводам собираться в одно место. Вот, значит, поэтому паломничество – это есть вещь, которая как будто бы генерируется этим стихом, стихом пятом главы двенадцатой книги Второзакония. «Туда приходите, чтобы принести всесожжение и жертвы, десятины и приношение, жертвы по обету и добровольные жертвы первенцев, крупного и мелкого скота». В стихе шестом описываются через запятую, но дается не весь перечень тех разных вариантов подношений разных Богу, которые присутствуют в Торе, в Пятикнижье. Более полный перечень, конечно же, находится в книге «Левит», это глава первая-седьмая, и там представлен более полный перечень с разными пояснениями, полным описанием всех этих разных вариантов. Сейчас скажем лишь то, что жертва всесожжения предполагала, как указано в самом слове, полное сожжение проносимого животного, либо каких-то других элементов богатств, скажем так. А другие все жертвы предполагали частичное сожжение на жертвеннике всего этого, оставшаяся часть шла левиту, священнику, то есть тем, кто в культе был задействован, и отдавалась оставшаяся часть самому принесшему жертву. В этом отношении посещение святилища, посещение этой скини предполагало дальнейшее поедание того, что ты получал обратно. Но об этом будет сказано ниже, в стихе седьмом. Сейчас лишь скажем о том, что какой был смысл этих всех подношений, всех этих принесений Богу. Конечно же, Бог не нуждался и не нуждается в том, чтобы ради него кого-то из животных убивали или зажигали. Бог не ест это мясо, Бог не вдыхает этот дым, впрочем, пахнущий не очень, как вы понимаете, вкусно, потому что все это, вот видите, горело мясо, шкуры и так далее. Вот Богу это все не надо, конечно же. Но все это служило выражением, или даже, скажем так, средством воспитания чувства благодарности в душе, в сердце еврея. Воистину, не какой-то там догон, не какой-то там ваал, либо астарта дает человеку богатство и урожай, но сам Бог это все дает, и нужно было однажды принести в храм, в святилище свои первины, первенцев от урожая, от скота, чтобы сказать Богу спасибо за то, что он дал какой-то урожай. «Там перуйте пред Господом, вашим Богом, и радуйтесь плодам своих трудов, веселитесь вместе со своими семьями, ибо благословил вас Господь, ваш Бог». Вот, «Перуйте пред Господом», да, вот есть на горизонте святилище, какой-то храм, скинье, вот, часть принесена Богу, сожжена на жертвеннике, часть отходит священникам или левитам, оставшаяся часть является тем, что нужно было срочно, чтобы мясо не испортилось, нужно было сварить, изжарить и съесть, да, и вот начинается то празднество, которого не было в обычной, обыденной жизни, потому что, конечно же, забой скота всегда вещь сезонная, и не постоянно это происходит, и поэтому вот в данный момент семья имеет возможность вот устроить пиршество, да, то есть есть то, что обычно не кушали они, настоящее мясо, свежее парное мясо. Вы не должны поступать так, как мы поступаем здесь ныне, каждый по собственному разумению. Сейчас вы еще не перешли в ту землю, где будете жить спокойно, в тот надел, что отдает вам Господь ваш Бог. Но вы перейдете Иордан и поселитесь в стране, которую Господь ваш Бог отдает вам во владение. Он дарует вам мирную жизнь, защитит от врагов, которые вас окружают. Вы будете жить в безопасности. Но вот очень важная мысль, значит, сейчас так, а раньше будет иначе. Вот, видите, указано, что мы еще не перешли через Иордан, это вроде бы слова Моисея, и поэтому до Иордана у вас такие, понимаете, порядки, ну, не очень просвещенные. Вы живете абы как, скажем так. А вот за Иорданом у вас будет своя земля, у вас будет своя социальная устоявшаяся жизнь, своя экономика, свой быт. У вас будет свобода и изобилие. И тогда у вас должно быть все устроено по Божьим правилам. Но в этих стихах, восьмом-десятом, можно найти другое. Да, можно услышать голос тех, кто оказался в плену, в Вавилонии, на реках Вавилонских находился он. И вот он тоже мог это все переписывать, дописывать, рассуждая, что сейчас у нас все, вот все находится в состоянии таком, перепутанном, да, нарушено. Все правильное житие правоверного еврея. А вот там, когда мы вернемся обратно в Палестину, там будет храм, и тогда все будет у нас как положено, правильно. И тогда, чтобы принести, как я вам повелел, всесожжение и жертвы, и десятину, и приношение, и лучшие жертвы по обетам, данным Господу, вы должны будете приходить лишь на то место, которое Господь ваш Бог изберет и сделает жилищем для своего имени. Повторяется в стихе 11, стих 6, и потом еще будет повторение вот этой мысли, мысли о том, что должно быть одно место для поклонения Яхве в Палестине. Но мы должны понимать, читая повторения эти, что второзаконие – это своего рода учебник, да, это своего рода такой вот компендиум всего того важного, что было написано прежде в книге «Левит», «Исход и числа». Вот, но вот самое важное здесь, повторяясь, еще раз повторяется. Да, второзаконие – это есть повторение еще раз того, что было сказано прежде. Ну и в этом отношении мы находим такое студенческое, да, вот какое-то ученическое измерение, содержание этого сочинения. Действительно, чтобы чего-то хорошо запомнить, чтобы это было частью твоего сознания, твоей жизни, твоей памяти, нужно повторить все это не один и не два раза. «Там веселитесь пред Господом, вашим Богом, и пусть вместе с вами веселятся ваши сыновья и дочери, рабы и рабыни, а также левит, живущий в вашем городе, ведь у него, в отличие от вас, нет своего надела и своей доли». Ну вот очень важный стих 12, и в этом стихе есть очень ценный для каждого из нас социальный оттенок. В то время не все жители Палестина, не все жители Ханаана, ну какое время? Ну времена уже царей, скажем так, монархии, не все были частью этого коллектива, частью этого общества, они все были граждане Израиля. Была куча людей, и очень часто их было больше половины, которые были не евреи, разного рода там вот посторонние народы, все еще живущие бок о бок с евреями, но не о них речь. А речь идет о тех, кто оказался вроде бы частью Израиля, но не совсем частью. Разного рода неполноценные в гражданском плане жители этого общества. Это вот видите, значит, рабы, рабыни, поселенцы, живущие в вашем городе, в вашем селе, но не евреи. Ну и также, конечно же, немаловажное замечание сыновья и дочери, потому что всегда есть соблазн, и у нас сейчас, живущих в наше время, такой соблазн, я пойду, проведу время в церкви, у нас праздник, потом концерт, потом чайпитие, или поеду в паломничество, устрою себе религиозные каникулы, а вот вы, да, вот, не знаю, бабушка, там, не знаю, или дочка, или свекровь, или теща, вот вы будете за хозяйством следить, на вас лежит вся эта ответственность. Ответственность. Бывает, что все это уместно, по-другому никак, а бывает, что это, когда это особенно имеет характер системный, я всегда отдыхаю, а ты всегда работаешь, это уже имеет под собой нарушение, вот, божьего какого-то принципа. Значит, когда есть праздник, то празднуют все. У всех есть доля в этом и урожае, и в этом мясе, и в этих, в этом застолье. И позови их к себе, и пускай они будут в этом отношении полноценными участниками твоего религиозного праздника. В наше время, конечно же, когда мы пытаемся отграничиться, отгородиться, кого-то не пускать в храм, и кого-то не допускать к нашим каким-то праздникам, все это звучит очень необычно, потому что смысл стиха 12, он противоположный. Пусти ко мне, сделай соучастником этого праздника, и всех неевреев тоже. И, конечно же, лучший способ миссии-то есть то самое гостеприимство, доброжелательность, которая очень хорошо здесь нам представлена. Повторяется еще раз очень важная мысль, должно быть на уровне идеологии, теории, лишь одно место для принесения даров и жертв Богу. Не разные места, не многообразие святилищ или культовых центров, но должно быть одно, хотя и долгое время странствующее, перемещающееся по Палестине место. Однако ты можешь, когда захочешь, резать скот в твоем городе и есть мясо, в зависимости от того, сколько будет у тебя скота по благословению Господа твоего Бога. Всякие, соблюдавшие правила чистоты и не соблюдавшие их, может есть это мясо, словно мясо газели или лани. Ну вот, друзья, стих 15 странно, не правда ли? Что тут такое имеется в виду? Почему тут написано вот это правило, что ты имеешь право у себя в городах, у себя в коленах, в племенах, у себя в селах, таки режеть скот и вот и быков, и коров, и овец, и коз, вот ты можешь. Но вот нужен какой-то контекст, какое-то нужно введение в эту проблематику. Дело в том, что книга Левит, написанная теми, кто был связан с храмом, она излагала строгие предписания на этот счет. Строгие, даже, скажем так, невыполнимые, ну или очень трудновыполнимые. Там было предписание забивать скот, телицу и барана или козла, лишь когда животное приведено ко входу в скинию, в храм или в сквятилище, иначе говоря. Вот, ну, в этом отражается, видимо, какая-то стадия странствования евреев по пустыне, когда их было не очень много, и идти до скини было не очень далеко, и действительно, все это имело свой смысл. Вот, а в дальнейшие времена, конечно же, подчеркивается важность святилища, храма, такая, что лишь там вы имеете полное право, прежде очистившись, принести, вот за кого-то заколоть, забить, разумеется, отдав часть этого урожая, этого из этих мяс в храм. Но здесь, в книге второзакония, такая некоторая и возникает либерализация. Не все ваши заколания скота есть жертвы, и поэтому не все нужно нести, вести, точнее, к храму. То есть, есть принесение в жертву скота, а есть чисто какие-то бытовые кулинарные запросы, есть экономика, и в этом отношении вы свободны. Да, вы можете, не соблюдая правила очищения, чистоты, свой скот по своему усмотрению, вот убивать, резать, вот, значит, но есть одно ограничение, да, вот, стих 16-й. Только кровь не употребляйте в пищу, а выливайте на землю, как воду. Все-таки даже здесь у вас нет полной свободы, и не все животное есть ваше, вот так вот. Потому что как можно было рассуждать? Вот я долгое время выращивал, не знаю, теленка, да, или овцу, и она вся мне нужна. И кости, и шкура, и шерсть, и мясо, и кровь тоже, да, потому что, конечно же, разные племена, африканские прочие, мы знаем это из разных передач, они кровь употребляют в пищу, кровь тоже продукт, и разбрасываться этим ценным продуктом тоже, может быть, не очень уместно и рационально. Но нет, вот даже тут есть что-то, что не ваше. Да, есть, ну, есть и части, конечно же, в самом теле животного, которое нельзя было потреблять. И тут отмечена отдельно кровь, да, кровь нельзя употреблять в пищу, нужно ее все выливать на землю, да, потому что, ну, дескать, такое было учение, что в крови животного есть душа животного. И поэтому, чтобы не есть душу чужого, другого существа, вот, нельзя было кровь употреблять. И скажем так, что до сегодняшнего времени такое предписание действует в христианском, вот, обиходе, быту, потому что в книге «Деяния апостола» в главе 15-й, когда обсуждаются вопросы, как принимать язычников в церковь, вот это правило повторяется. Можно есть многое что, точнее, все можно есть, кроме удавленины и того, где вот есть вот эту кровь. «Ты не должен есть у себя в городе десятину со своего зерна, вина и оливкового масла, а также мясо первенцев крупного и мелкого скота, жертву по обету, добровольную жертву и проношение». Опять оговаривает автор какие-то границы дозволенного и недозволенного. «Да, у тебя есть стадо, ты его хозяин». Но помимо этого стада или даже в этом стаде есть то, что касается Бога, принадлежит ему. И вот то, что Божье принадлежит Богу, это вот тут отмечено. Это есть десятины. Десятина, не твоё, десятина есть Бога. Надо отдать десятину, отвезти в храм на нужды священников и левитов. Да, зерно, вино, оливковое масло и вот такого своего рода налоговая система здесь вот проговаривается. А также первины, первенцы крупного и мелкого скота, а также разного рода жертвы. Вот жертвы и проношение Богу ты должен всё ещё вести в святилище и там Богу отдавать. Лишь там он принимает эти подношения и эти жертвы. Ешь всё это только пред Господом твоим Богом на том месте, которое изберёт Господь твой Бог. И пусть вместе с тобой ведят твои сыновья и дочери, рабы и рабыни, а также левит, живущий в твоём городе. Радуйся пред Господом твоим Богом, наслаждаясь плодами своих трудов. Но опять повторяется мысль, вот ещё раз нам сказано, что лишь там, в храме, в Скинии, в святилище у местного пронесения Богу жертв и поедание части этих жертв семейством. Ещё раз мы это прочитали, ещё раз мы это всё поняли, дорогие друзья. Но окончание стиха 18 вызывает интерес. Видите, написано, радуйтесь пред Господом, наслаждайтесь плодами своих трудов. Воистину, всё это, вся эта система, которую мы сейчас разбираем, система древняя, которая уже не актуальна, не работает, такая-то археология. Так вот, цель системы было развитие чувства радости, наслаждения, благодарности, благоденствия в народе Божьем. «И смотри, живя на земле твоей, не забывай левита». Вот, значит, в стихе 19 и в стихе 18, и прежде мы читали, упоминается левит, потому что у левита нет своего удела, нет своего надела. Он как будто бы лишён всех этих вот и первин, и вот урожаев, но ты должен его содержать, потому что задача левита – обеспечение правильного функционирования этой его системы, жертв, подношений, всесожжений и так далее. Итак, не забывай левита. В наше время, конечно же, для каждого верующего призыв этот звучит таким образом – не забывай о нуждах священника, диакона, который трудится в твоём храме, церковных служителей и прочих людей, которые посвящают свободное время и свои силы, свои ресурсы, тратят на служение Богу. «Когда Господь твой Бог сделает ваше владение обширными, как Он и обещал, и ты захочешь и решишь поесть мясо, то можешь есть мясо всегда, когда захочешь». Ну, об этом мы и говорили, да. Вот есть ритуальное мясо, есть система жертв, а есть просто скот, и ты можешь есть мясо у себя, когда ты расселишься по Палестине, безбоязненно. «Если далеко от тебя то место, которое Господь твой Бог изберёт, чтобы там пребывало Его имя, режь, как я повелила тебе, крупный или мелкий скот, что дал тебе Господь, и ешь у себя в городе, когда захочешь. Ешь это мясо, словно мясо газели или лани. Его можно есть и соблюдавший пребыва чистоты, и не соблюдавший их». Ну, мы читали, лишь я только прокомментирую, до этого не говорил, сказано «Ешь, как мясо газели или лани». Что имеется в виду? Имеется в виду жизнь охотника, да, или вот, допустим, пастуха, который ушёл далеко пасти сквозь скот, ему нужно, понимаете, себя как-то кормить, и вот он убивает газель или убивает лань и ест это мясо. Разумеется, никакого храма нет рядом, нельзя принести никакую жертву, неважно, он ритуально чист, ритуально не чист, он просто может зарезать то, что у него есть, да, вот или предмет охоты, добычу свою охотничью, и есть. То же самое вы, евреи, имеете возможность такую есть ваши стада, от ваших стадов, когда у вас такая возникает бытовая, либо какая-то экономическая необходимость. Ну, ни в коем случае не употребляйте в пищу кровь, ведь кровь – это жизнь, не ешь жизнь вместе с мясом. Ну, вот мы же комментировали, да, считалось, что в крови животного человека обитает его душа. «Не употребляй кровь в пищу, а выливай на землю, как в воду». Дословно повторяется эта мысль выше. «Не употребляй ее, тогда и твоим потомкам и тебе будет хорошо, ибо дела твои будут угодны Господу, а со священными приношениями и жертвами по обету ты должен приходить на то место, которое Господь изберет себе». «Жертву всесожжения и мяса и кровь сжигайте на жертвенники Господа, твоего Бога. Кровь пиршественной жертвы следует вылить на жертвенник Господа, твоего Бога, а ее мясо ты можешь съесть. Строго соблюдай и исполняй все эти заповеди, которые я тебе возвещаю. Тогда тебе и твоим потомкам всегда будет хорошо, ибо дела твои будут приятны и угодны Господу, твоему Богу. Господь твой Бог истребит народы, в чью страну ты идешь, чтобы владеть ею, и ты владеешь этой страной и поселишься в ней. И тогда после того, как они будут уничтожены, берегись, не попади в ловушку, не расспрашивай про их богов, не говори, как эти народы своим богам служили, я тоже буду так делать. И вот здесь вот опять поднимается тема, с которой голова и начиналась, тема обычаев, ритуальных нравов, стандартов богопочитания, принятых у местного населения, у хананеев. Так вот сказано, даже не спрашивай, даже не интересуйся, даже не исследуй, даже не узнавай, потому что что-то покажется тебе заманчивым, да, вот интересным, увлекательным, ритуально богатым. Но это будет для тебя ловушка, потому что ты сегодня совершаешь почитание бога Израилева по обычным канонистским, а завтра ты служишь уже этим богам. И эта мысль очень такая, повторяется часто во все книги второзакония. «Не делай такого для Господа твоего Бога, ведь они творили для своих богов все те дела, которые мирски и ненавистны Господу. Они даже сжигали ради своих богов собственных сыновей и дочерей. Строго соблюдайте и исполняйте все, что я повелел вам, ничего к этому не добавляйте, ничего не убавляйте». Заканчивается глава 12. Сильный стих 31. Рассказывается, объясняется то, почему не стоит копировать обычаи канонеев. А потому все очень просто. «Они мирски и ненавистны Господу». Бог испытывает чувство мерзости, когда видят все эти обычаи. Ну как вот так, ну скажем, ну подумаешь, у вас свои обычаи, у них другие обычаи, а что же такого, такой бог, какой-то бог у нас получается привереда, не так ли? А вот тут все рассказано. А что вызывает у бога ненависть и ощущение мерзкости, мерзости всего этого дела? Может быть, какой-то сорт ладана, не то благоухание, не те, допустим, вот какие-то приношения. Допустим, бог любит овечек, а ему приносят в жертву лесу. Но нет, все не в этом дело. А дело в том, что благочестие ханонеев иногда, в крайних случаях, предполагает принесение своих детей ради религиозных целей. И так, как будто мы читаем здесь, и так у них все, у них все в их системе ханонийской, рано или поздно к этому привезет. А, конечно же, все это, есть величайшая, какая-то несправедливость, неправедность, все это мерзко в глазах бога. Так бога почитать нельзя. И чтобы не было у вас такого венца в вашем богопочитании, ничего у них не копируйте. Вот такая логичная мысль присутствует в этом стихе. Вот. Даже при том, при всем при том, что, в принципе, вытекала из всего ветхозаветного благочестия неуместность принесения богу Израилеву людей в жертву, даже при том, что написано было все это в пятикнижии, при всем при этом, многие представители общества Израиля, особенно цари, конечно же, ну вот, допустим, царь Ахаас, царь Моносия, приносили богу своих детей в жертву. Даже вот при том, что вот такая была однозначная негативная оценка всего этого явления, даже при всем при этом, обычаях ананиев, они были очень мощные. Иногда кого-то ради бога Израилева приносили в жертву и евреи тоже. Но книга второзакония делает все это, все это, ну, понимает все это как нечто мерзкое, гадкое, пакостное, противное истинному правильному благочестию. Дорогие друзья, голова прочтена, прокомментирована. Спасибо за ваше внимание. Портал экзегет.ру